В этом видео мы выполним 9 шагов, которые помогут оптимизировать наш ПК и самое главное мы сможем повысить фпс в любой игре. Советую делать все по порядку, чтобы не было никаких проблем. Но если вы не хотите тратить кучу времени на настройку и оптимизацию винды и хотите быстро все настроить и оптимизировать, то для вас у меня есть пак оптимизации, где вы сможете сами пошагово оптимизировать свой ПК и вам не нужно будет искать какую-либо настройку. Все находится в этом паке. Вы сможете за пару минут оптимизировать свою винду, процессор, видеокарту, оперативную память и даже интернет. После оптимизации у вас повысится фпс и вы сможете играть в игры без лагов. Также вы получите быстрый запуск и выключение ПК, освобождение места на диске, ускоренный запуск игр и программ, работу системы без лагов и ошибок и снижение пинга инпут лага. Ссылку на свой пак я оставлю в описании. Пользуйтесь на здоровье. Ну а мы переходим к ручной оптимизации. Бэкап системы. Первым делом нам нужно будет сделать бэкап системы, чтобы в случае каких-либо ошибок или проблем мы смогли с легкостью вернуться в нормальное состояние нашего ПК. Кликаем правой кнопкой мыши по своему компьютеру, свойства, дополнительные параметры системы, переходим в раздел защиты системы. Либо же просто ввести в поиск создание точки восстановления. И тут выбираем любой диск и нажимаем настроить. Тут мы ставим примерно 10 гигабайт. И нажимаем применить. После чего нажимаем создать. Вводим любое название. И нажимаем создать. Все, мы создали точку восстановления. Теперь идем дальше. Настройка электропитания. Переходим в панель управления. Выбираем режим категория. Заходим в системы и безопасность. Электропитание. Тут выбираем высокая производительность. Если у вас нет этой схемы, то открываем от имени администратора командную строку. И вставляем вот эту команду. И нажимаем Enter. После перезагрузки ПК у вас появится эта схема. И тут же переходим на сроку схемы и выбираем никогда. Теперь мы будем оптимизировать саму винду. Заходим в безопасность Windows. И отключаем защиту. Далее заходим в центр обновления Windows. И нажимаем приостановить на максимальный срок. Чтобы в фоне не скачивались обновления и не нагружали наш ПК. Далее заходим в спетчер задач. Переходим в раздел автозагрузка. И отключаем все ненужные программы. Заходим в параметры системы. Раздел игры. И включаем игровой режим. После чего открываем панель управления. Система безопасность. Система. Дополнительные параметры. И в разделе дополнительно нажимаем параметры быстродействия. И отключаем все кроме отображения тени под указателем мыши. И сохранения вида эскизов на панели задач. После чего нажимаем применить. И окей. Следующий шаг это оптимизация процессора. Скачиваем утилиту Unpark CPU. Это распарковка ядер. Одними из важнейших параметров современных процессоров на базе нескольких ядер является их мощность и потребление энергии. Для того чтобы снизить потребляемую мощность, производители процессоров и операционных систем стараются использовать программные алгоритмы, способствующие этому. Поэтому при разработке Windows компания Microsoft ограничила возможности процессора, организовав автоматическую парковку части его ядер. Запускаем утилиту. Нажимаем Check Status. Ждем несколько секунд. И нажимаем Unpark All. И ждем некоторое время. После чего ваш процессор будет оптимизирован. Если хотите вернуть все обратно, то также выбираем процессор и нажимаем на Park All. Оптимизация видеокарты. Далее мы будем оптимизировать нашу видеокарту. Первым делом нужно будет обновить драйвера. Переходим на официальный сайт вашей видеокарты. Ссылки для AMD и Nvidia будут в описании, чтобы вам не пришлось искать. Ищем свою видеокарту. И скачиваем свежие драйвера. После чего устанавливаем их. Далее скачиваем DirectX. И устанавливаем его на свой компьютер. После чего заходим в настройки графики. И для каждой игры ставим высокая производительность. Потом заходим в настройки дисплея. Расширенные параметры дисплея. Частоту обновления выставляем максимальную. Далее заходим в панель управления Nvidia. В разделе параметры 3D. Выбираем регулировка настройка изображения с просмотром. Тут мы ставим пользовательские настройки. И выбираем производительность. После чего нажимаем применить. Следующий шаг это оптимизация оперативной памяти. Скачиваем утилиту MemorReduct. Ссылку я оставлю в описании. Устанавливаем утилиту и запускаем ее. Это программа которая освобождает оперативную память. И тем самым ее можно оптимизировать. Тут на самом деле все просто. Нажимаем очистить память и все. Наша память освободилась. Оптимизация клавиатуры и мышки. Теперь мы будем оптимизировать свою мышь и клавиатуру. Заходим в параметры мыши. Далее в дополнительные параметры мыши. В разделе параметры указателя. Отключаем повышенную точность. И нажимаем применить. Далее давайте оптимизируем клавиатуру. Открываем параметры. Специальные возможности. Ищем клавиатура. И тут отключаем залипание клавиш. Следующий шаг. Мы будем оптимизировать интернет. Чтобы наш пинг в играх был более стабильным и низким. Скачиваем программу для оптимизации интернета. Это утилита, которая настраивает и оптимизирует ваше интернет соединение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok